У Иванова день рождения. В среду в научной библиотеке прошла краеведческая встреча, посвященная 146-летию со дня образования Ивановской городской думы и самого муниципалитета. Статус города Иваново-Вознесенск получил в 1871 году. На тот момент ему только предстояло стать центром губернии. По словам историков, на самом деле самому населенному пункту может быть более 500 лет. Ну, действительно, Александр II, выдающийся российский реформатор, глава российского государства, 21 июля по старому стилю, а по новому стилю 2 августа подписал положение об образовании безуездного города Иваново-Вознесенска. Безуездного, потому что он был в составе Шуйского уезда, Вадимирской губернии. Но их подчинение нашего города не было каких-то других городов. По императорскому же указу в Иваново-Вознесенске были созданы органы местного самоуправления, в частности, городская дума, которая функционирует и по сей день. В 1897 году наш город обогнал по количеству населения и динамике развития Владимир, Кострому и другие древние города. По словам специалистов, в этом немалая заслуга народных избранников. Можно сказать, что и сегодня, и прошлый состав депутатов прошлых лет, они, в общем-то, во многом определялись тем, что люди были заинтересованы в развитии нашего города. И, собственно говоря, как представительный орган много было сделано для того, чтобы город развивался. Потому что по решению нашей городской Иваново-Вознесенской думы даже в те годы в городе развивался и появился первый водопровод. Мы занимались вопросами благоустройства, создания образовательных учреждений. Узнать об истории родного края пришли юные депутаты городской ученической думы. На отдельном стенде представлены отчеты, постановления, исторические книги от момента создания думы до революционных лет. Молодые парламентарии много узнали о том, как работали законодатели раньше и что поменялось теперь. Собственно, ученическая дума дополняет деятельность городских народных избранников. Мы с депутатами городской думы очень тесно сотрудничаем. И я могу сказать, что наша структура очень похожа с ними. У нас есть проекты, у нас есть какие-то, может быть, задачи. Мы хотим сделать более насыщенную, интересную школьную жизнь, городскую жизнь. Чтобы молодежь не оставалась в стороне и тоже активно участвовала в жизни города. По словам историков, наш город еще очень молод и всего за 146 лет превратился из промышленного села в развивающийся областной центр. А в следующем году у горожан также появится повод познакомиться с историей родного края. Только речь пойдет о регионе. Сто лет исполнится Иваново-Вознесенской губернии. Мария Папова, Антон Осипов, РТВ Иваново.